Здравствуйте, дорогие друзья! Это еженедельный обзор «Взгляд с небесной». И перед тем, как уйти на каникулы, мы подведем итоги первого полугодия существования нашего проекта. Сегодня он пойдет в таком формате, в формате беседы. Неизменный ведущий этой рубрики Игорь Князев находится на связи со мной из Москвы. Я, Андрей Матынга, нахожусь в Хельсинки. Игорь, здравствуйте! Здравствуйте, Андрей! Очень рад подвести первые итоги с вами. Андрей, еще раз здравствуйте! Действительно, вот это первое полугодие, оно было таким насыщенным, как год, а может быть и два. Конечно, на старте 2020-го никто не ожидал такой насыщенности в России. Я думаю, и в Европе, и в Соединенных Штатах тоже, но мы все-таки говорим о России в первую очередь. Никто здесь не ожидал такой насыщенности, такой динамики событий. И такого разнообразия того, что будет происходить в политической, общественной, экономической сфере. В общем-то, по всем прогнозам мы ждали такой довольно спокойный, проходной, обычный год. До смены власти в России плановой, законодательной оставалось еще 4 года. Поэтому прогнозы на 2020, 2021 и даже 2022 год были довольно-таки спокойные. Все ориентировались и ожидали текущего такого ординарного политического процесса. Но, как часто бывает в политике и в общественной жизни, всем этим прогнозам не суждено было сбыться. Это, к слову, о том, что часто мы с вами встречаем такие оценки, что все предрешено, все будет именно так и так далее, и так далее. Вот как политолог по светской специальности я вам скажу, что, на мой предвзятый необъективный взгляд, ни одна наука не ошибается так часто, как политология. Это не ее недостаток, это ее преимущество. Это говорит о том, что вот этот зазор между прогнозами и реалиями есть огромнейшее поле для научного исследования всегда. Это именно пространство несбывшихся прогнозов. Поэтому, конечно, всем прогнозам не суждено было сбыться. Ситуацию, я напомню, взорвало буквально выступление Владимира Путина 15 января, где он официально объявил о своем намерении пожизненного правления в России и, по сути дела, манифестировал отказ от какой-либо передачи власти. Было это оформлено как внесение поправок в Конституцию Российской Федерации, где за 200 с лишним промежуточных и технических поправок крылось именно главное его заявление. Именно 15 января 2020 года президент Путин объявил о том, что он не будет передавать власть. И, собственно, это повлекло за собой еще очень большую цепочку событий, которые были связаны уже с событиями вокруг референдума. Развивалась ситуация с падением мировых цен на энергоносители. 2020 год в этом отношении также продемонстрировал гигантский слалом цен событий, падения котировок, перипетий этой борьбы. Затем всех нас накрыл коронавирус, который также в России стал почвой, базой для многих политических процессов, совершенно неожидаемых в начале года. Ну и затем, уже после прохождения самого непосредственно обнуления президентских сроков и введения пожизненного управления Владимира Путина. Затем одним из главных событий в России, которые продолжаются до сих пор, стало снятие и заключение под стражу губернатора Хабаровского края Фургала. На примере вот этого события сейчас мы видим, как начинает развиваться гражданское и политическое противостояние людей и власти в России. То есть это, конечно, только основные узловые моменты. Там было очень много проходных событий, о них, я думаю, мы еще поговорим. Но в целом можно сказать, что 2020 год либо, так сказать, не оправдал никаких ожиданий, либо, наоборот, оправдал самые смелые и несбыточные ожидания. При том, что год еще только в середине, политический сезон сейчас находится, вопреки традиции, не на паузе. Обычно в России где-то к середине и к концу июня политическая жизнь замирает и возобновляется где-то ближе к концу августа, начало сентября. У нас такая циклическая всегда плановое движение вот этих процессов. Активно идет политический, экономический процесс на отрезке с середины сентября до середины декабря, потом жизнь замирает. Затем с середины января до середины июня. И вот сейчас мы не видим такой большой паузы, потому что в Хабаровске ежедневно проходят шествия, митинги. Все это откликается в десятках других городов России. Уже целое движение в поддержку Хабаровска, в свою очередь, развернулось. Во многих регионах на срединную стадию регистрации кандидатов выходят региональные выборы, выборы губернаторов, которые будут очень непростыми. Ну и так далее, и так далее. Ну и теперь уже можно точно, наверное, с большой долей вероятности предположить, что и продолжение, и финиш этого года будут тоже очень яркими и насыщенными. Чего нам ждать от осенних событий, от выборов сентябрьских? Есть ли какой-то потенциал протестный? Мы с вами возвращаемся, очень, на мой взгляд, это хорошо, возвращаемся к реальному пониманию политики. Знаете, долгие годы, вот предыдущие, возникало такое ложное понимание политики о том, что для изменений, для каких-то политических трансформаций нужна какая-то политическая группа. Все вот говорят, вот у нас такая плохая оппозиция, они ничего не могут, поэтому ничего не происходит и так далее. Так вот, никакая политическая трансформация, никакой процесс и никакая оппозиция ничего не могут сделать, если людей ситуацию устраивает, если люди довольны. Вот когда у действующей власти рейтинг поддержки, пусть не 86, но в реалиях там в районе 60-70%, ни одна оппозиция ситуацию не изменит. Политический процесс устроен так, он, конечно, его понимание можно довести до извращения, вот в этой терминологии глубинного народа и прочих, это уже крайность, но на самом деле политический процесс, это когда очень небольшая группа профессиональных игроков, политиков, пытается оседлать ту или иную политическую волну, то или иное настроение. Она оценивает тенденции, настроение, прочерчивает какие-то векторы и пытается возглавить и идентифицировать себя с каким-то политическим вектором. Так устроена политика. И вот долгие годы в России вот этот политический вектор оппозиции, раздражения и критики власти был практически на нулевой отметке. Ну, люди глухо роптали там где-то по каким-то мелочам, но в целом их устраивала ситуация. Так вот, 2020 год показал нам, что в этом отношении произошел коренной перелом настроения людей. Людей не устраивает ситуация в стране. Людей не устраивает экономическая ситуация. Людей не устраивает пожизненное правление Владимира Путина. Людей не устраивает коррупция, развал, деградация страны в целом. Об этом говорит уже больше половины граждан. И вот это принципиально важно, потому что это такие очень долгие истории. Эти настроения формируются годами, и потом они продолжаются годами. То есть эта ситуация не заглохнет через месяц или два, или три. Она будет только наращивать обороты. Цифры критического отношения к власти будут расти. Цифры негативных высказываний, поддержки митингов будут расти. И цифры участников протестов будут расти. И все это, конечно же, даст то пространство, то поле, на котором, возможно, будет появление вот той самой оппозиционной группы, которая, оседлав этот протест, начнет реализовывать какую-то политическую программу. Я думаю, вот все эти процессы мы будем наблюдать, их развитие, начиная с избирательной кампании в сентябре и вплоть до самого конца 2020 года. Ну, если задать вопрос напрямую, доживет ли Путин, я имею в виду, как президент Российской Федерации, не как человек, доживет ли до конца года президент? Я думаю, вот принципиальное изменение 2020 года, что сейчас никто вам на этот вопрос ответить не может. Вот год назад мы могли. Если бы не была затеяна вот вся эта штука с поправками, я думаю, что 90% вам бы ответили да, нет никаких оснований ждать там его ухода от власти и так далее. Но в той ситуации, где мы оказались сейчас, вопрос ведь в том, что это полное состояние уже неопределенности, когда любой повод может сдетонировать огромный взрыв, как берут искра от аппарата сварщика, взорвала склад с двумя с лишним, там, 3000 тонн селитра, и полгорода погибло, да, казалось бы, какие шансы, да, в общем-то, 50 на 50, и большие, и маленькие. Так же и тут мы находимся в такой ситуации, что... Знаменитое из искры возгорелось пламя. Да, да. Воспитаны на этих. Да. Вот в этом и есть состояние сегодняшней политической ситуации, да, что электоральная ситуация в России, это сегодня вот такая огромная боржа с селитрой. И попадет туда искра или нет, попав эта искра, так сказать, проникнет там в толщу селитры, приведет это к взрыву, или ее успеют затоптать. И сколько этих искр упадет? Разве не попало уже в Хабаровске? В Хабаровске разве не? Попало. Ну, если проводить аналогии с взрывом в Беруте, в Хабаровске пока горит и взрывается фейерверк. А селитра пока еще ждет. Но селитра уже есть. Есть. Вот в этом и есть принципиальное. Что она, как, знаете, у Булгакова, ничего изменить нельзя, потому что Аннушка уже разлила масло. Этого быть никак не может. Почему? А потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила. Так вот, масло разлито. Когда и кто на нем подскользнется, и кто из этого турникета улетит под трамвай, мы пока не знаем. Но Аннушка свое дело сделала. Масло она разлила. И трамвай уже в пути на маршруте. И трамвай в пути, и ведет его девушка-комсомолка. Давайте отдельно поговорим о том, как, коль мы заговорили о Булгакове, о известных событиях, поговорим о религиозной ситуации в России. Каким стал год для религиозной жизни России, особенно для меньшинств религиозных, которые вы представляете, как епископ Лютеранской церкви? Ну, год этот стал, я бы здесь сказал так, для иерархии высшей церковной очень удачным, а для рядовых верующих, ну, мягко говоря, не очень. Высшая иерархия, представляющая религиозный спектр России, получила свои очевидные, очередные дивиденды за поддержку пожизненного правления Владимира Путина. Я напомню, что все руководители всех религиозных организаций поддержали горячо эту инициативу, поддержали его курс, и, как устроено в России, мы можем предположить с высокой долей вероятности, наверняка получили за это какую-то отдачу. Что же касается рядовых верующих и вот этого среднего религиозного уровня, то, например, для священников той же главенствующей в России Русской Православной Церкви это первое полугодие стало очень тяжелым и по финансовой и экономической ситуации, связанной с закрытием храмов на время карантина, и по настроениям, и ожиданиям, и позициям людей для представителей таких нетитульных, небольших религиозных организаций. Год продолжился гонениями и прессингом, введены в действие уже в свете принятых поправок новые ограничения для религиозных групп, для деятельности религиозных групп, новая пошла волна Рособранадзора в отношении религиозных учебных заведений, в отношении свидетелей Еговы увеличивается давление, и уже власть перешла к акциям устрашения, когда буквально в Воронежской области карательная операция была проведена, что с лишним обысков одновременно в день проводилось, и так далее, и так далее. То есть, вот здесь мы видим тоже нарастание того же самого разрыва, о котором мы говорили в политической ситуации. Есть жизнь, реальные настроения, в которых живут верующие, и есть ситуация и настроения, в которых очень хочет жить высшая иерархия. Вся религиозная иерархия здесь, не нужно ограничиваться только Русской Православной Церковью. И этот разрыв, это, собственно, опять та же самая баржа селитры, поэтому известный схемонах романов, это тоже пока фейерверк, а внизу тоже баржа селитры, и все это прекрасно понимают, и всевозможные заявления о том, что не верьте слухам о нашем богатстве, это тоже симптом, это говорит о том, что вот эти вот пары селитры, они уже поднимаются до самого верха, и там начинают понимать ситуацию, но в то же время это понимание реальной ситуации сопряжено и с тем, что оно включает в себя понимание того, что ничего изменить-то уже нельзя, да, разлитое Ианнушкой масло вытереть нельзя. Вопрос только, кто подскользнется на этом турнике. Ну, то есть уже и Ианнушка, и масло, и трамвай, и фуражка Гитлера даже. Уже все, да, ну, можно говорить отдельно, вот это все, знаете, как можно сказать, не агония, это слово не очень подходит, да, это от отчаяния, мне кажется, да, вот фуражка Гитлера, подожгли, значит, облили соляркой музейный немецкий танк, значит, дымовых шашек в него накидали, чтобы он там горел во время визита вот этой правительственной делегации. А сейчас, как называют в России, храм допинга на моче, храм вот олимпийцев строят. Как это вообще с христианством вяжется, это отдельный вопрос, да, ну, вообще, олимпийские игры начинаются с вожжения олимпийского огня, который... Ну, там, кстати, процедура очень похожа на схождение благодатного огня, и особенно на истерию религиозную, которая сопровождается. Людей далеких абсолютно от религии, вот к чему я клонял. Да, я напомню, что этот огонь в Греции на горе Олимп зажигается в стилизованном языческом обряде, который совершают жрицы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Да, этот огонь они доставляют в Москву, потом, ну вот, когда у нас были Олимпийские игры или в другой город, ну и судя по всему, теперь, значит, этот храм, этот огонь тоже будет считаться благодатным, да, или как он там правильно, нисходящим огонь. Ну и так далее, да, вот, это ситуация отчаяния, когда попытка уцепиться хоть за что-то, да, вот, в части народа и настроение народа провалились, но давайте уцепимся хотя бы за армию. Армия-то наше все, в нее-то мы можем вцепиться, она-то никуда не денется, она такая, ну, у нас народ властью воспринимается как такое рыхлое какое-то такое вот пространство, на которое нельзя опереться, которое там непонятно, то оттуда пламя вырвется, то там яма провалит, то еще чего. Армия-то вот как такая стальная балка, мы за нее схватимся и так далее, но в армии процессы тоже непростые, нужно мнение специалистов послушать, и там очень много критических высказываний о состоянии российской армии. Ну, давайте тогда уцепимся за спецслужбы, им храм отдельный, вот, храм ФСБ, храм МЧС, храм Министерства обороны, храм Олимпийцев, храм Железнодорожников, храм, ну, чтобы за кого-то хотя бы за народ не получается уцепиться, ну, хотя бы за Олимпийцев или там за авиаторов уцепимся, они-то вот как бы твердые. Это показывает о том, что отчаяние, ну, и мы видим, что тут, опять же, полное сопряжение, абсолютно провалились и отсутствуют в России сегодня политические программы, проекты и какое-то политическое видение будущего. Та же самая ситуация с церковью, вы попробуете найти какой-то разговор там о миссионерстве или еще о чем-то, о расширении религиозной жизни. Где эти все разговоры? Они умерли еще года 3-4 назад, вхождение вот в этот период. Никто ничего не собирается делать именно в христианском, просветительском, миссионерском плане. Все дебаты идут вокруг 4 миллиарда у патриарха Кирилла долларов или 6 миллиардов, да, вот, стереть фреску Сталина или не стереть фреску Сталина? Романова, значит, будет ОМОН выводить из монастыря или не будет? То есть схлопнулась вся вот эта путинская повестка, 20-летие путинское подошло к концу политически, не административно, да, и не в силовом отношении, пока, ну, армия всей структуры, конечно, на стороне действующей власти, тут нет поводов об этом говорить, но идеологически, политически, а самое главное, морально и нравственно, это все себя исчерпало и обнулилось вместе с поправками. Ну, и на этом фоне вот появляется вот ваш обзор, да, еженедельно политических событий. Если я не ошибаюсь, очень мало таких проектов, когда с христианской, с религиозной точки зрения оцениваются знаковые политические события, да, ставшие мейнстримом, как вы чувствуете вообще себя вот в такой непопулярной, скажем так, позиции, и с одной, и с другой стороны? Как оцениваете эти первые полгода обзора «Взгляда с небесной»? Ну, я начну с очень моей искренней и горячей благодарности, прежде всего, конечно, епископу Альберту Радкину и YouTube-каналу «Взгляд с небесной», где мы получили этот прекрасный опыт и смогли сделать этот проект. Я посмотрел статистику вот по таким 11 полномасштабным нашим обзорам, которые мы выпустили в последние три месяца. Мы набрали в сумме больше 20 тысяч просмотров суммарно. Это примерно в среднем 2000 просмотров у каждого выпуска. Для религиозной среды в России такой передачи – это немало. Ну, не скажу, что много, но это приличный результат. Есть ролики по отдельным темам моих, где там 20 тысяч просмотров у одного только ролика. Есть меньше – неважно. Но я считаю, что вот с этой задачей первого этапа мы справились. Поэтому огромное спасибо всем, кто работал, и вам, и нашим друзьям, кто записывал, пересылал, вставлял, транслировал, репостил. Это был потрясающий опыт, и я получил огромное удовольствие. К тому же я дебютировал в роли ведущего политического обзора. Обычно я всегда выступал как эксперт, и вот это был для меня потрясающий интересный опыт. Мы получили сотни комментариев. Практически у каждого выпуска, ну, несколько десятков было отзывов, комментариев, вопросов, дебатов. Это очень хорошая обратная связь. Поэтому в этой части я полностью доволен, удовлетворен, и испытываю самые-самые положительные чувства вот этим первым опытом. Вопрос в том, что мы будем делать дальше. Я думаю, что нашей задачей сейчас является, вот после формирования такого концептуального ядра наших выпусков, нашей работы, все-таки наша задача, как любого, пусть, прото-СМИ, или как бы СМИ, да, сейчас очень трудно, мне кажется, сказать, кто СМИ, а кто не СМИ. Потому что если у вашего ролика просмотров больше, чем экземпляров газеты, какой-то центральной продается, то почему она СМИ, а вы не СМИ, да, сложно сказать. Вот, так вот, я думаю, что все-таки наша задача сейчас – это расширение аудитории и привлечение аудитории к разговору. Поэтому мы будем сейчас этот обзор тематически перерабатывать с тем, чтобы он был более информативным, но не выходил все-таки за рамки короткого обзора, не выходил за рамки 30 минут. Что еще очень важно, нужно будет вставлять в этот обзор информацию о разного рода христианских проектах, инициативах общественно-политических, социальных и так далее. То есть помогать другим, рекламировать других, пусть даже пока в небольшой своей аудитории. И постараться привлечь внимание, как бы сейчас мы работаем, что называется, с ядром нашей аудитории. Это те люди, кто религиозен, погружен в религиозный контекст, они здесь полностью, это наше ядро. Так вот, наша задача – это ядро расширить и выйти в круг общения тех людей, кто имеет религиозные взгляды, убеждения, ведет религиозную жизнь, может быть, не очень насыщенную, и завязать разговор с ними, чтобы в ходе вот этой работы сформировать содержательную повестку для других программ и проектов. Вот по тем отзывам, которые мы читали к взгляду с небесного, вот к этому обзору, я оттуда брал очень много тем для обсуждений в социальных сетях, тем для своих статей, заметок, репостов. Это была просто потрясающая копилка обратной связи с людьми. Тем более очень хорошо, что многие люди пишут анонимно, то есть они пишут предельно откровенно. Ну, там вообще откровенный такой разговор, но анонимно то, что люди пишут и высказывают, это особенно ценно. Поэтому вот будем над этим тоже работать. И я надеюсь, что мы будем все-таки перейдем к выходам выпуска в прямом эфире. Это было бы правильно. Затем будем размещать запись видеоверсии на уже нескольких каналах, в социальных сетях, чтобы максимально расширить нашу аудиторию. Вот такой замысел сейчас есть, будем его воплощать, и, может быть, в процессе работы что-то еще добавится, что-то улучшим еще. Я лично крайне позитивно оцениваю этот опыт. Почему? Потому что, наверное, последние лет 10 я и несколько, полтора землекопа моих единомышленников пытались как-то подтолкнуть религиозное сообщество к разговору на серьезные, общественно важные, актуальные темы. И встречались с крайним нежеланием религиозного сообщества выходить за пределы своей внутрирелигиозной повестки. И вот как вы, так и мы оказывались между молотом и наковальней. С одной стороны, религиозное сообщество, которое крайне нежелательно и негативно относится даже к попыткам высунуться за пределы своего тесного мирка внутрирелигиозного. И, с другой стороны, светское общество, которое традиционно в постсоветском мире антиклирикально настроено. И в связи с последними событиями в той или иной степени мы взываем, скажем так, к либеральному, к демократически настроенному сообществу, а они тоже, скажем так, к религиозной повестке относятся с подозрением. Непопулярна она у них. И вот находясь в таком положении лет 10, первая наша попытка состоялась здесь, в Финляндии, поговорить на актуальные вопросы чуть больше года назад. Потом вот это наше знаменитое интервью под крестом в Анха Мойсио. И спасибо епископу Альберту Раткину за то, что он смог всё-таки перешагнуть, переступить через вот эти вот стереотипы с обеих сторон, сжимающих, как в тиски, и консолидировать сообщество христианских лидеров, общественных деятелей, философов, программистов, даже людей совершенно разных профессий, но в той или иной степени религиозных, относящихся к протестантскому христианству, русскоязычному, и в том числе вас, консолидировать. Вот такой проект «Взгляд с небесный». И, судя по всему, этого проекта, судя по динамике его развития, судя по всему, у него большое будущее. И вот я лично, и мы с вами, я думаю, крайне положительно относимся к участию в нём. Лёд тронулся, господа присяжные избиратели. Именно так, дорогой Андрей. Ещё раз огромное вам лично спасибо за эту потрясающую работу и опыт личного общения с вами, и ваши блестящие технические решения, которые вы нашли для нашей передачи. Я думаю, что мы будем рассматривать вот эти обзоры и выпуски как пищу для наших размышлений и базу для дальнейших творческих поисков. Увидимся в сентябре. Храни вас Бог. И, кстати, в заключении я скажу вам, что сейчас вы уходите на каникулы. Традиционно в России август, период отпусков, период затишья. У нас в Финляндии это июль, и мы возвращаемся к жизни. Дети в школу уже идут в августе. Вы в курсе в Финляндии. То есть уже начинается вполне будничная, нормальная жизнь. Но я надеюсь, что этот год будет исключением. И вот почему. Обедневшее российское население после коронакризиса, оставшееся без работы, после вот этих вот финтов Роснефти с ценами на нефть, сейчас в отпуске, по личному опыту знаю, в отпуске, оказавшись один на один с собой или со своей семьей, с семейным бюджетом, со своим материальным положением, человек как никогда остро чувствует социальную несправедливость. Если он раньше в отпуск ездил отдохнуть, а в этом году такой возможности у него нету, вот это недовольство с изменившимся социальным положением и высвободившееся время в отпуске может очень серьезно изменить политическую окраску, социальную окраску сентября и сломать вот эту парадигму августовского затишья. Именно так. До свидания, друзья. Подписывайтесь на канал «Взгляд с небесной». Спасибо Игорю Князеву. Встретимся в следующий раз в сентябре в новом формате, с новыми идеями. Не пропадайте. Мы ждем перемен. Редактор субтитров А.Семкин